На минувшей неделе в Азбесте прошел День призывника. Новобранцам и их родителям рассказали о том, как служат ребята из предыдущих призывов и что с собой брать при отправке на сборный пункт. День призывника проходил в Центре народной культуры ЛАД. По традиции для гостей была подготовлена праздничная программа. Несмотря на то, что главная цель мероприятия – максимально подробно рассказать родителям и призывникам о том, что их ожидает и с кем можно связаться во всех спорных ситуациях, сценарий праздника каждый раз вносит некоторые изменения. Сейчас мы собираемся провести немножко по-другому. Организовать вручение благодарственного письма родителям одного из наших адбесосов, который ныне проходит службу на рядах вооруженных сил и отмечен в лучшую сторону командиром части. Благодарственное письмо от главы города за воспитание хорошего сына и достойного защитника Отечества вручили матери героине Ирине Черезовой. Старший из ее сыновей уже успешно отслужил в армии. Сейчас свой долг родине отдает сын Денис. Переживали, особенно когда они были недоступны. Дозвониться было невозможно. Сейчас все позади. Уже 40 дней. Через 40 дней ребенок придет домой. Мы счастливы. Ждем. Вот сейчас младший сын тоже. Настраивается, чтобы идти в армию. Хочет. Мы за. Защищать нашу родину нужно. Начальник военного комиссариата по городу Азбест Леонид Михайлов сообщил, что бывают и негативные отзывы об азбестовских ребятах. И пообещал рассказать об этом на мероприятии. Рассказать не только о положительных моментах в службе наших азбестовцев, но и о недостатках и об отрицательном отношении некоторых наших земляков к службе. И показать, что офицеры, командиры из частей относятся к вопросу воспитания очень щепетильно. И старается сделать все, чтобы не доводить наших солдат до уголовной статьи. Публика в зале была малочисленной, но нам удалось пообщаться с одним из призывников. Виктор Хомяк окончил азбестовский политехникум и хорошо зарекомендовал себя на практике, которую проходил на предприятии «Урал-Азбест». Его даже отметили именной премией от комбината. Я закончил учебу уже, уже давненько закончил, уже отработал больше, чем полгода в комбинате у нас. Служить, думаю, нужно все равно, отслужить все равно, думаю, нужно. Как бы, смысл бегать там, еще что-то. Повестка пришла, иди служить, все. Пообещали в комбинате, что для меня сохранят место после того, как приду в армию. Сказали, возвращайся, будем тебя ждать. После небольшого концерта начальник военного комиссариата рассказал призывникам и их родителям, что следует взять с собой на сборный пункт и где узнавать номера телефонов командиров частей, в которых будут служить ребята. Татьяна Мельникова, Антон Машков, Новости АТВ.